сегодня у нас распогодилось такая погода классная плюс плюс 20 21 обещают здесь наконец-таки убрали конусы можно ходить и не делали дорогу и потом еще все это дело подсыхало несколько дней наконец-таки все убрали куда я вышла никуда я вообще жду мужа мы сейчас мужем должны поехать по делам я вышла пораньше пройтись потому что поехать с мужем это означает сесть машину но я люблю ходить вот это да показывала что здесь было вот желтая такая полоса мне написали что это пыльца вот сейчас ее вообще нету опять синяя птица и без я забыла посмотреть что это за птица синяя так когда она сидит не видно что на сине но вот когда она летит крылышки расправляет и видно что на синяя красивая птица у нас тут подрисовали разметку для парковки машин так вот тут красиво вот там тоже дорогу сделали выгоняли все эти машины мне так нравится эти птицы они все время сидят сверху кустиков и смотрят ну далеко от дома я не уйду надо ждать мужа всем большой привет сегодня в джинсовой куртке везла ее из россии кстати собой вот пригодилась не надо лишние вещи покупать но сегодня ветрено в камеру задывает недавно выпустила видео где рассказала как в началке учитель позволил детям тарелкой со сливками в лицо ему кидать не кидать а просто прикладывать и некоторых это очень сильно смутило прямо такие такие высказывания что ну типа в ключе таком что так не должно быть учителя нужно уважать и что вот отсюда вся эта вседозволенность американская что дети ну что тут совсем другое в общем воспитание самом деле все не так прямо однозначно нету тут никакой супер вседозволенности в американской школе есть просто дни когда позволяется вот такое вот веселье поэтому поэтому и существует дни шляп дни пижам ну много на самом деле вот таких вот дней когда позволяется детям немного расслабиться это не ежедневно конечно это может быть там перед праздниками там определенными перед каникулами например ну то есть позволяет детям почувствовать себя немного в непринужденной атмосфере я не вижу тут абсолютно ничего такого плохого что касается дисциплины то дисциплина конечно имеется например ну вот в начальной школе конечно тоже следят за их поведением за детским в средней школе выдают листики с поведением то есть там делаются отметки про плохое хорошее поведение тщательно следят за пропусками я уже об этом говорила что тут пропуски доводят до того если человек пропускает у так много студент то существует несколько разных различных форм так сказать наказания и для самого ученика и для их его родителей то есть может дело дойти в том числе и до суда в старшей школе дети там отрабатывают вот эти пропущенные часы не только пропущенные часы но и когда они опаздывают на уроки об этом сразу же сообщается то есть за детьми следят нет такого что вот ученик просто опаздывает или не приходит в школу и это проходит незамеченным родителям сразу же звонят пишут уведомляют так что здесь все достаточно так серьезно паша например не нравится такая строгость как то что они не разрешают пользоваться сотовыми телефонами вот я говорю аж только но на уроках понятно говорю в россии тоже вроде как недавно закон тоже ввели нельзя пользоваться не знаю кстати как это применяется на деле я помню родители возмущались когда я читала об этом даже когда мы еще были в россии уже тогда хотели вот этот закон привести в дело но что-то там пошло не так и вот вроде как сентября все таки довели дело до конца как она работает не знаю напишите как как она на самом деле работает интересно но вот что касается америки то на уроках да нельзя пользоваться телефонами я говорю паша как насчет перемен он говорит перемен нет то есть они переходят там в следующую аудиторию у них есть отдых когда они выходят на улицу и могут там поиграть футбол и все то есть то есть ребенок страдает без телефона горит хочу в школу где можно было все таки современное поколение до привыкли в телефонах сидеть и в россии я помню даже мне рассказывал средний сын что был мальчик который просто сидел на заднем партии и играл постоянно в игры и мой сын жаловался горит что-то мне не подключишь интернет что некоторые игры связаны с интернетом ну и плюс соцсети я не знаю что они там еще делает но он жаловался что у многих детях и детей есть интернет они могут им пользоваться в школе сидел до в телефонах а у него бенингова его нет ну вот теперь сюда приехал нет ни телефона и интернет собственно тоже не нужен так что я бы не сказала что здесь в школах какая-то вседозволенность наоборот здесь гораздо серьезнее следят опять же возвращаясь к пропускам в россии все это дело ну кто из нас не отпрашивал просто ученика у учителя писал что я подлечу дома или нам там нужно туда нам там нужно кручу здесь все гораздо с этим серьезнее что касается вот этого вот веселья и что назвали называют вседозволенностью и отсутствием дисциплины то здесь просто такое отношение особенно в начальной школе что дают детям как бы доиграться здесь отношения к ну вот ученику студенту у педагога ну может не сильно прямо равноправная но я не знаю вот таких вот тонкостей но то что они относятся к ребенку как личности уже с самого младшего возраста это да они не называют детей по фамилиям они называют детей по имени это тоже многое значит для ребенка потому что я помню как вот эту фамилию озвучивают ну мне не нравилось в школе когда к тебе обращались исключительно по фамилии но у нас это так принято действительно я вижу даже по своим детям по их коротким каким-то рассказом что ребенку здесь к ребенку относится сочувствующее то есть они поздравляют с днями рождения вот они узнают что день рождения не поднимает весь класс ну не то что поднимает весь класс гарри давайте поздравим с днем рождения они делают какие-то маленькие сюрпризики детям они относятся к ним дружески вот это вот дай пять простое дай пять то есть подбодрить ученика и я не вижу вообще ничего такого плохого что ребенок растет в школе более-менее вот в такой вот не дрессированная атмосфере а в дружелюбной атмосфере потому что зачастую вот за этой вот дисциплина якобы которая должна царить в школе за дисциплиной за формой за ну вот за вот этим всем она скрывается в том числе к ребенку пренебрежительное отношение то есть я старший ты младший и все и ты и ты обязан подчиняться только именно вот по такому вот принципу кто младше кто старше нас растили да вот в такой атмосфере что кто старше тот прав в принципе прав он там на самом деле не прав вот возраст это означало одно что человек достоин значит уважения в принципе если он старше тебя если он взрослее тебя и не поощрялась не поощрялись какие-то споры выяснения с людьми старше тебя это касалось и школы и учителей и даже сейчас вот часть детей вообще и в россии в том числе растят то в более свободной атмосфере придерживается вот этих всех принципов принципов уважения к маленькому человеку и что если он маленький то это уже все равно личность такая же такая же как и мы нужно к нему прислушаться когда ребенку в детстве дают принимать какие-то решения отвечать за собственные поступки он с этим растет и соответственно во взрослом возрасте ему будет гораздо легче жить потому что как нас воспитывали за нас много принимали решений ну мы более послушные поколения более послушных детей и во взрослом возрасте уже сталкиваешься с тем что ты зачастую не можешь какое-то решение принять то есть ты сомневаешься много вот этих колебаний ненужных ты не знаешь вообще кем ты должен стать вот тебе программу задали еще в детстве кем ты должен стать вот родители или бабушки дедушки отгадали твое предназначение вот они решили что нужно быть вот тем то и тем то в зависимости от зачастую в зависимости от хотения самого взрослого либо это зависит от зарплаты то есть выгодно стать там врачом то есть в разные годы разные профессии либо ну вот просто хочется своей собственной амбиции воплотить и очень вот я сталкивалась просто сама и сама наверное такая тоже в частности что наше поколение но часто вот работает на нелюбимой работе и получили профессию именно с подачи родителей или вот бабушек дедушек и в результате приходят в зрелом возрасте к тому что они занимаются вообще нелюбимым делом не тем чем они хотели бы и вообще не знает к чему стремиться то из них очень многое решала и школа и родители то есть в школе нужно было просто придерживаться вот этой вот дисциплины порядка вот это вот форма и соответственно мышление она не неподвижная это не очень хорошо и частично наверное мы и на собственных детях эту программу воплотили потом только я начала тоже читать много психологической литературы и как-то стараться что-то делать как-то по-другому воспитывать своих детей но к сожалению вот эти паттерны они ну никуда не ушли я где-то читала чтобы изменить ребенка нужно изменить его бабушку буквально вчера прочитала и забыла вот чья это фраза такая замечательная то есть вот от этой преемственности поколения никуда не деться и нельзя вот так раз и стать совершенно другим человеком для этого нужно подождать чтобы поколения сменились наверное и вот такие вот изменения произошли вот как мне написали опять же если ребенка там воспитывать не воспитывать точнее позволять ему все подряд то из них из таких детей вырастают разбойники доля конечно правда здесь есть и не никто не говорит что детям вообще надо там все позволять но когда мы растим таких супер послушных удобных нам детей то есть вот это все воспитание но в частности иногда и и направлено на то чтобы ребенок был удобный для родителя сначала для родителя в школе он удобен для соответственно для учителя естественно учителю не хочет подстраиваться под разный характер и под разные темпераменты детей в дальнейшем мы должны быть удобные для своего наверное работодателя то есть особо не возникать не жаловаться на какую-то низкую зарплату на несправедливые допустим условия труда то есть не высовываться нас так в принципе вот мое поколение учили так недаром ходили вот такие вот фразы не высовывайся тебе что там больше всех надо то есть быть вот одинаковым все люди разные и нужно по идее находить ключик каждому в отдельности даже вот дети в одной семье они все разные по темпераменту по способностям но легче конечно все это задушить передушить и просто требовать вот такой вот дисциплины тогда нам вот эти все установки говорили и было легко их внушать нам устанавливать сейчас детей воспитывать и интереснее и сложнее потому что гораздо больше информации сейчас и у детей в частности и они уже не будут вот такими вот просто послушными их уже сложнее подавить это хорошо сейчас гораздо больше шансов вырастить именно свободного свободолюбивого человека не такого не одинаково не похожего на всех хотя это уже конечно усложняет задачу родителям то есть теперь нам нужно уже заниматься тем что оберегать ребенка от совсем уж какого-то не сильно полезного контента но это уже вообще другой вопрос я уже не знаю зачем я в эту тему полезного так меня занесло но первоначально хотела вот порассуждать или ответить на вопросы вот мне тоже спрашивали вообще учитель испытывает испытывает ли учитель удовольствие от вот этого вот процесса когда ему тарелкой в лицо я думаю я так собственно и ответила что если бы учителю это не нужно было не нравилось он бы это просто не делал то есть я не думаю что это спустили сверху и принципов этот директор сказал что вот давайте сегодня вторые классы все тарелками в лицо и потом отчитайтесь мне пожалуйста предоставьте как вот заполняют документы документацию видеоматериалы мне на стол отчитайтесь потом я не думаю что это так я думаю что это планируется в том числе самим учителем если это учителю бы не нравилось он бы это попросту не делал но я уже говорила что наш учитель залазить на детскую горку и спускается когда ему хочется повеселить детей у нас учитель многодетный отец у них по моему три или четыре ребенка не что детское ему не чуждо он знает что любят дети и ему хочется побыть иногда с ними на одной волне нас это в начале по приезду пугает да пугает и удивляет вот это вот отсутствие субординация но потому что это всего лишь потому что мы к этой субординации привыкли опять же могу еще долго проговорить надо ли она вообще говорить но субординация у нас идет не только в школе то есть ты себя чувствуешь мелким маленьким человеком даже если ты там имеешь какую-то должность но приходя там допустим в какие-то инстанции службы даже там не знаю водоканал ты чувствуешь себя вот таким вот маленьким человеком ты идешь устраивать ребенка там в школу допустим к директору t5 такой маленький человечек ты снова возвращаешься в детство снова ты чувствуешь что ты там провинившийся либо перед родителями стоишь сейчас взбучку получишь либо там в школе перед учителем перед директором у нас это есть сжатые плечи мне это абсолютно не нравится я вот когда приехала я это как никогда прочувствовала что мне вот этого вот не хватает много чего мне не нравится здесь в америке но вот это вот черта что у американцев что они более свободные люди что они чувствуют себя именно личностью мне это очень нравится и мне этого лично в своей жизни не хватает и естественно если мне не хватает я это тоже не сполна смогу детям дать вот я стараюсь как могу но поскольку я этим сама не особо обладаю то к сожалению вот это вот поколение будет наверное в чем-то похожим и быть на меня саму возможно мои дети своих уже детей их дети внуков уже моих воспитают более свободными свободными я имею ввиду свободными хорошем понимании этого слова не распущенными а свободными свободными мыслить так как они хотят свободными думать не бояться не бояться вышестоящих естественно в каждой системе образования наверное есть свои минусы плюсы какие-то перегибы что-то можно убавить что-то можно добавить изменить но вот вот это то что к детям относится как к человеку именно они как к твари дрожащей это я считаю правильно абсолютно правильно почему возмущают вот это вот тарелка со сливками потому что нас да по-другому воспитывали нам это дико мне самой это дико было когда мне прислали видео я если честно даже ну вот испугалась когда первая тарелка учителю в лицо но они не кидали не просто вот как прикладывали но меня тоже да это испугало потому что я тоже воспитана на вот этом вот всем что старший прав что учителю нельзя перечить что когда учители у тебя плечи вжаты вообще непонятно куда здесь учитель в начальной школе он веселый у нас допустим вот когда паша закончил здесь начальную школу в прошлом году учительница с радостью участвовала в детских забавах вот у них был типа выпускного были приглашены родители снимала видео могу могу оставить ссылку это веселый выпускной когда приезжали пожарники поливали детей шлангов и там участвовали в том числе и учителя и вот наша учительница она была я вот не помню это самой пересмотреть видео общем ее облилили ли она сама как-то облилась ведром воды вот она стояла в мокрой майке в полностью в мокрой одежде она смеялась радовалась они ели мороженое всем все вместе с учителями валин учитель тоже рассказывала периодически с детьми веселиться он скатывается с горки он может танцевать вместе с ними под какую-то песню под какой-то танец вместе с тем присутствует дисциплина на уроке ребенок не может просто встать куда-то и уйти ребенок ник не может кричать у него его также могут там наказать за то что он себя ведет неподобающим образом могут сообщить точно также родителям их поощряет за хорошее поведение валя приносит валя у меня тихая спокойная но это не есть хорошо это причина по которой мы будем обращаться к специалистам чтобы ее немножечко вот расшевелить но вот ей тоже вот выдавали в том числе всякие бумажечки всякие поощрительные призы за то что ребенок себя хорошо ведет на уроке то есть нет никакой такой вседозволенности а минутка веселья почему бы ей не быть школе я искренне не понимаю почему нужно в школу идти со страхом бояться бояться учителя бояться того что ты пришел с невыученным уроком и тебя там учитель поднимет перед всем классом что себя будут смеяться что вызову твоих родителей что на родительском собрании родители уже стыдно будет и страшно идти на это родительское собрание то есть он вспомнит себя в детстве и с одной лишь разницей что на этом родительском собрании будет отчитывать не его его ребенка но его тоже между свободой и вседозволенностью или даже хамством ого кто-то летит сапелька есть существенная разница у нас иногда бывает что хамство принимается за вот такую вот свободу когда человек действительно там может что-то сказать доказать где-то в инстанциях что чего-то добиться но это делается иногда через хамство так вот это не свобода свобода это уважение себя и уважение наверное другого человека принимания себя как личности но когда ты себя принимаешь именно как личность ты принимаешь точно также и другого человека, как личности, ты видишь, что он может тебе дать, а что он не будет давать тебе и не должен давать. Вот так. Короче, я зашла не туда, приехал уже мой муж, и мы, наверное, поехали. О, цапля. Дует ветер, вот эти струи, короче, в лицо. Цаплю обожаю. Опять, наверное, найдутся несогласные. Вот. Ну, это нормально. Так, я куда-то заперла, здесь уже грязь. Я помню, здесь мы когда только приехали, короче, с Пашей и Валей гуляли, и тут вот замаскированная вот такая грязь, и Валя хлобысть. Вот сюда прям. И по колено в грязи, но здесь вроде нету грязи. Полезла наверх. Смотрите, чего я налепила. Это печеньки на сметане и растительном масле. сделала вот такие улиточки. У меня стояла банка сметаны костовская, а там килограмм с чем-то. В общем, стояла, стояла, и часть мы съели, часть вот стояла. Решила пустить в дело. Так еще и осталось, потому что пошло сюда. У меня 220 грамм сметаны. пахнет тесто очень классно. Люблю вот сметанное тесто для печенья. Оно такое податливое, мягкое, ароматное. Вторую порцию я обленилась, уже не стала делать вот эти улитки. Сделала вот такие обычные. Сначала колобочек, потом раздавила колобочек в лепешку и вилочкой такой рисунок, чтобы уж не совсем страшно было.